В преддверии Песоха у нас всегда идет подготовка, очень активно, но очень интересно. А завтра какой день? 2 апреля, сегодня 1 апреля, так что может, если будете слушать проповедь, не думайте, что 1 апреля, не верьте, да? Я буду говорить простые вещи, но очень интересно, надеюсь. То есть завтра вообще какой-то непонятный день у нас, то ли пальмовое, то ли это вербное воскресенье. Ну как бы вы говорите, вы определитесь, да? Либо пальма у нас, либо у нас вербная. И какой-то праздник интересный, потому что непонятно, что празднуем. Что завтра празднуем. Кто-то бегает с какими-то, как я помню, с детства, с какими-то ветками, как это, вот с такими вербными, да? Только вот почечки так распускаются. А если едешь в Израиль, в других храмах, что-то там ходят с этими самыми, с ветками другими. И думаешь, что это такое? Понятно, что это был въезд Иешуа в Иерусалим, но вопрос мой всегда стоит, а зачем? Зачем? Зачем праздновать этот въезд? Ну да, вот какой-то такой раз, и мы давайте будем вспоминать, да? В Песахе мы знаем четко, что это такое. Нам даже говорят по Писанию, что нужно делать. Да, даже на саму Пасху он преломил хлеб, взял чашу, то есть есть вечеря. Мы четко понимаем, что происходит. А вот этот балаган, наверное, для тех, чтобы помнили, что через неделю, друзья, нужно быть обязательно в церкви. Наверное, вот то, что будет делаться завтра, намеки. Но, знаете, это было своего рода народное признание его царем. Иешуа, он был наследник, или же он был потомок Давидова, поэтому перед царями клали одежды, кричали громко, пальмами, как флагами поднимали, кричали там одну вещь, и все слышали, что кричали «Асанна», да? И, с одной стороны, вроде бы хорошее церковное дело делалось, да? Или там кричали «Асанна», восхваляли. А с другой стороны, это не в то время, не тот праздник, и не туда, куда надо было кричать. Кричали там «Хошиейну», что означало «Спаси нас сейчас». И это кричали правильно, что спасение нам нужно сейчас, не завтра, не послезавтра. И если ты царь, потомок Давида, принеси. То есть освободи нас сейчас, мы уже тебя признаем как царя, въезжай в Иерушалайм. И, конечно же, все обиделись, особенно священники. Ну, конечно, это момент, который исполнился в Писании, предрекаемый Захарией, 9 глава, 9 стих. Там говорится «Ликуй от радости тщерь Сиона, торжествуй тщерь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице сыне подъеремной». Это вот то, что произошло. Это исполнение пророчества, которое говорило о признании Ишуа как потомка Давида. Это был торжественный въезд перед неделей, которая будет потом называться «Страстная пятница», потом «Распятие» и тому подобное. Говоря о Песахе, невозможно не говорить о жертве и жертвеннике. О схожности приношения Ицаха на горе Мария, где Иерусалим сейчас стоит, там, где стоял храм, с тем, что произошло 2000 лет назад, потому что то, что происходило 2000 лет назад, тоже происходило на горах Мария, где люди кричали «Распни его». Невозможно, говоря о Песахе, не говорить о жертвеннике и жертве. Но я, несмотря на то, что Песах у нас на следующей неделе, хочу говорить не о самом Песахе, так как его нужно о нем не говорить, а его нужно проходить, поэтому мы говорим «Седа», да, как все должно быть, а года у нас есть все, как должно происходить. Его нужно пережить, как будто ты делаешь это в первый раз. Я сегодня предлагаю рассмотреть реакции наших праотцов, которые пережили Божье вмешательство в их нелегкую жизнь в древнем мире. Фактически продолжу тему, отрыв которой и комментарии Сергея Михайловича. Как будто она так попала буквально, да? Я буду говорить. Хотя ничего нового под небесами не происходит, лишь меняется технологический процесс, медицина и культура многоэтнического мира. Ничего нового под солнцем нету, друзья. Меняются люди, декорации, времена, сроки, медицина, технологии, культура смешиваются, а люди остаются те же, как тот приезжий на Одесском вокзале. Одесса, как ты прекрасна и неизменно, чемодана нет, а люди те же. Для людей буквально недавнего прошлого, я говорю для нас, для людей, когда недавнее, прошлое, я не говорю уже о глубокой древности. Вполне естественно было говорить о жертвах и о жертвенниках. Понимаете, да? Еще недавно, буквально еще каких-то 100-150 лет в мире, люди знали, что такое жертвы, жертвенник. Нам это уже неестественно. Я не говорю о таком дремучем древности такой. Знаете, что происходило тогда? Для них, этих людей, которые буквально еще недавно знали, что такое слово жертвенник и жертва, для них слова эти сливались в образ жизни существования на этой земле. Они как будто зависели от жертвы и жертвенника. Они соприкасались и прилепляли свою жизнь к данной церемонии. Жертвенник и жертва. Мы с вами знаем об этих словах. Кто знает, что такое жертвенник? Что такое жертва? Но не с практической точки зрения, а более стереотической стороны применения. Мы знаем теорию. Мы знаем из истории. Мы знаем из фильмов. Из разговоров. Из наших общих чувств. Ты жертвуй своим временем. Ты пожертвуй ради нашей любви. А вот понятие, к чему мы прилепляем эти слова, мы давно-давно уже забыли. Но жертвенник это то же самое, что и алтарь. Мы говорим о жертве, как бы страшное такое слово. Но заменили. Вернее, это не замена, а алтарь это то, что строилось сверху, да, над камнями или же над жертвенником, на чем приносились жертвы. Как возвышенная часть, на которую приносилась жертва, что связывало, фактически, приносящего жертву с тем, кому приносили эту жертву. Алтарь важен для нас с точки зрения взаимоотношения. Нам как раз вот нужно понимать. Я не стану говорить о капищах, идолопоклонстве, дубравах или что-то еще. Не о храме или церквях я буду говорить, но цель послания это сделать наше внимание, приобрести к тому, чтобы как нам построить благодарственную жизнь с понятием, как жертвенник. Благодарение. Начну с очень откровенного разговора Всевышнего. Вы знаете, что Бог через свое Писание говорит к народу. Он тогда говорил через пороков, через Священное Писание. У нас есть то, что у нас написано. У нас есть и сегодняшнее, когда Бог говорит, и мы понимаем это. Начну с очень интересного момента. Когда Всевышний однажды доверил Моише целый народ. И в данном контексте нужно было правило, условие, отношение, как говорил Сергей Михайлович, приближение к Богу. И таким образом Бог дает Моише правила жертвоприношения. А вот прошло время и со слов псалмопевца указывает нам на истинные причины тех кровавых приношений, которые были законом для Израиля. Давайте прочитаем 49-й псалм. Я знаю, что многие читают Библию. И вы слышали, и видели это местописание. 7-й, 7-го под 13-й стих. Слушай, народ мой, я буду говорить. Бог обращается. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог. Он говорит, я буду свидетельствовать против тебя. Чем мы сегодня отличаемся от того Израиля, который был в те времена? Ничем. Как я уже говорил, ничего нового нет. Бог был вчера, сегодня, в веки тот же. И если Он говорил тогда через пророков и отцов, и переписали, только и сегодня Он обращается к каждому из нас. Я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог. Твой Бог. Он говорит, я не просто я Бог буду говорить, а я твой Бог, который ты знал и знаешь. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Он говорит, я не за то, что ты приносишь жертвы буду укорять тебя. Всесожжения твои, они всегда передо мною. То, что ты делаешь, и то, что по закону ты делаешь, приносишь жертвы, которые по закону, они всегда передо мною. Твои пожертвования, то ли это кровавые жертвы, то ли это через хлеб, или деньги, или там еще чего-то нужно. Я всегда вижу, они всегда передо мною. И дальше Он говорит, не примут лица из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животных на полях предо мною. Если я взалкал, то есть хотел бы кушать, то не сказал бы тебе об этом. Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо, волов, пью ли кровь, козлов и ответ реальный. Там говорит, секунду, если бы это мне нужно было, я бы тебя не спрашивал, ничего тебе не говорил бы. Одним словом, нет. Бог дает вопрос, ем ли я мясо? Если кто-то будет говорить, что Богу нужны жертвы, ему нужны какие-то финансы, ему какие-то еще какие-то, ну, труд твой, как бы, умирающий на благо, как бы, общины или же Божьего дела. Бог говорит, если бы это мне нужно было бы, я бы сам этим воспользовался. Он говорит, нет. Но сердце Бога всегда было связано с чувством любви к своему народу, к своему творению. То, что относительно к тебе и ко мне, отношение между ним и тобою, без жертвенности не происходит слово любовь. Вы поймите это? Без жертвенности нет проявления любви. Это в любых отношениях, в семейных отношениях. Если ты жертвуешь своим временем, если ты жертвуешь своими обстоятельствами, ты идешь на свидание, ты покупаешь цветы из последнего кошелька своего, копеечки, приглашаешь в кино, как это было в советское время, да, мы жертвовали всем, показать свою любовь. Без жертвенности, без жертвы, да, невозможно определить, показать любовь. И вот здесь включается это понятие, что Бог имел в виду, когда Он говорит о жертвенности, о жертве, именно как говорит, приблизиться. Приблизиться это одна часть, явить свою любовь. И после грехопадения человека и разрывом той личной отцовской любви, да, связи в Эдамском саду, жертвоприношения стали своеобразным общением, почтением и смирением перед своим Творцом. Это они говорят, подожди, я хочу показать, что я люблю тебя. Бог, я хочу иметь это отношение. Я желаю их приобрести. Это было частью жизни. Поэтому для нас с вами чуждыми стали кровавые жертвы. Мы не соприкасаемся с ними. Нам они чужды. И мы их не понимаем и не воспринимаем вообще. Потому что для нас хватает одной жертвы, однажды принесенной за нас, для отношения с Богом. Но поверьте, для того, чтобы иметь и поосознать это, нам нужно верить, что этого было достаточно, чтобы сегодня приходить к Богу. Хотя в новостях, знаете, за последний год мы наслышались о мирных человеческих жертвах войны России против Украины. Этих человеческих жертв не должно быть. И не должно было быть. Потому что Писание об этом говорит. Богу или вообще не нужны человеческие жертвы. Может другим каким-то бесам или же духом или же злобы какой-то нужны какие-то жертвы. Но такого не должно быть. Я продолжу 49-й Псалом. Хочу продолжить. Следите за мной. Что Бог имеет ввиду, когда говорит, я говорю с тобой Израиль. Принеси в жертву Богу хвалу. обещание, обещание, что ты пообещал Богу исполни исполни Просто исполни из-за любви, которую ты имеешь к Богу твоему. Призови меня в день скорби и я избавлю тебя и ты прославишь меня. Я продолжаю этот псалом. Он говорит, ты сделай это все. Наши отношения, они на другом уровне. Принеси благодарность. Воздай Богу хвалы. исполни свои обещания и день скорби твоей, трудной я избавлю тебя, прославишь меня. В конце прославишь. Восхваление, прославление, благодарение. Так много слов. Эти слова на еврите означают хамара, шива, хагах, хагода, хагадая. Все они говорят об искреннем расположении сердца человека. Эти слова они вменяют в себя искреннее расположение. Я хочу сказать одну простую вещь для многих людей, которые пытаются евангелизировать людей и потом говорить, послушай, читай или молись за мною. Я хочу, чтобы ты принял Ишуа своим личным спасением. Иисуса Христа личного спасения. Нужно спасение. Друзья, без искреннего внутреннего понимания, что человеку нужно примирение свыше, пшик, эта молитва не нужна. Богу искреннее состояние сердца. И здесь искреннее восхваление и благодарность Богу. Сегодня для нас легче быть судьями, специалистами в соцсетях, обсуждением правомерности событий или действия правительства. Мы специалисты. Но на что в реальности мы тратим свое драгоценное время? Друзья, на что мы тратим свое драгоценное время? Работа, еда, отдых. Работа, еда, учеба. Работа, еда, хобби, отдых. И это все? Ну, посмотрите на свою жизнь. Поели, дальше что-то другое, слава Богу, что все дырки целые, да? А потом опять поели, потом на работа, потом опять отдых, потом опять учеба, потом опять поели, потом поспали, и так проходит жизнь. Даже Священное Писание отмечает, сколько той жизни человека. Это значит, что ничего в этом мире не изменилось. Как я уже говорил, технологии, может быть, мода немножко, может быть, культура поменялась, да, так вообще-то ничего не происходит. Псалом 89, 10 стих. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд, болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Куда? Куда мы летим? Куда мы спешим? Нам что нужно, на тот свет поскорее поехать? Куда спешим? Наверное, самая лучшая пора это между 70 и 80 годами. А после уже сложно объяснить, что происходит. Я не знаю, как трактовать это местописание, но самое главное, понимая, что куда мы вообще спешим? Писание говорит о том, что ничего не поменялось. Лучшая пора 70-80 лет, или там до 80-70 лет, и труд, и болезнь, и все, потом мы летим куда-то. Куда? Куда спешим? А как насчет сейчас? Как насчет сегодняшнего времени? Людям Ишиотского будьте осторожны, берегитесь жадности во всех ее проявлениях, потому что жизнь не зависит от нашего имущества, как бы богаты вы ни были. От любой жадности, не только к деньгам, от любой. Он говорит, просто богатые люди более жадные на все остальное. Вы замечали, что больше воров это те, кто богатые. Чем больше имеют, тем больше нужно воровать. И как будто они, как бы у них тлямка, как говорится, по-украински упала, все, им на всякое, нужно на всем заработать больше денег. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Забота о мирском? Да, нам необходим хлеб, обеспечение и так далее. Нам это не нужно, но что толку какого-то 78 лет, а потом дальше не объяснить, что с нами процесс какой происходит. И мы начинаем просить, умолять докторов или служителей, или близких, родных, помолитесь, мне плохо. Когда мы с вами, я говорю сейчас о верующих людях, ставим все в привычку благодарения Бога за все, за все события, которые у нас в жизни окружают нас, тогда мы пытаемся укладывать основания для алтаря, для жертвенника, на которые впоследствии мы кладем собственную жизнь, то есть самих себя. Почему я говорю об этом? Мы сначала делаем что-то, а потом кладем на этот жертвенник и говорим, вот я, Хенени, пошли меня, сделай со мной что-то. Для того, чтобы что-то положить на этот, нужно сначала этот алтарь или же этот жертвенник нужно создать, нужно не просто как бы увидел кучку камней и на нем построил какой-то жертвенник, нужно было принести. И этим подтверждаем простую идею, что то, что мы становимся полностью его. И Писание говорит, живем мы или умираем, мы всегда что? Господни. Мы его. Камнями алтаря благодарности, которые иногда тяжело нам высказать. Благодарение. Нам иногда трудно сказать спасибо. Мало того, что нам трудно сказать спасибо своим близким, родным, или даже сказать спасибо государству. Скажите, а его за что благодарить-то? Посмотрите, что они делают. Пенсии мало, работы нету. За что благодарить? Послушайте, Писание говорит, за все. Ой, лучше бы этого не было. Все. А можно выборочно? За Макдональдс во Благодаре, который открыли буквально два дня назад. Вот это была очередь, вот это была благодарность. Вы это видели благодарность, нет? Я думал, что я как попал в какую-то пробку, иду, стоял-стоял, и потом догнало до меня что-то стоят в этот самый Макдональдс. Честно скажу, я стоял в нем, и думал, что это просто где-то там затор идет, да? Потом вижу, что люди объезжают, и я объехал, думаю, Боже, вот это благодарность. Вот, чтобы так верующие ходили в церковь, на благодарность. И вот эти благодарственные камни, нам иногда очень сложно сносить. Иногда вообще абсурдно тяжелые, но необходимы для благодарения Богу. Их очень много. Семья, работа, здоровье. Ты благодарна за семью, за работу, за здоровье. Знаете, еще другие, многие камни есть, и одна из этих камней эмоции. Как вы думаете, эмоциональный камень, он легкий или тяжелый? Один из многих, это очень тяжелый камень реакции на события, которое вокруг нас. Вспомните, что произошло 24 февраля 22-го года. Не 1922-го года, а 2022-го года. Вспомните, что происходило, эмоции переполняли, как их, эти события переварить, новости, которые приходят, общение с людьми, когда нам поперег горла стоят их слова или же эмоции, как эти эмоции совладать и перевести в благодарность. Как вы думаете, как это возможно? И на это Писание, Священное Писание дает нам ответ. Самообладание, которое принадлежит каждому из нас. Каждый из нас может, знаете, остановиться на каком-то моменте, мгновении, если мы будем открыты перед Богом с мыслью, что наша жизнь должна складываться из камней благодарности, где мы начнем общаться с Всевышним. И если мы имеем в нашем разуме понимание мира Божьего, тогда посланник Филиппийцам 4,6,7 говорит, не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве, с прошением, с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, то есть мы говорим самообладание, которое превыше всякого ума соблюдет сердца наши помышления ваше в Яшуа Мессии. Если ответ на наши эмоции камни, которые мы должны превратить в благодарность, есть. Конечно, может быть. Заметьте, что этот путь, который предлагает Павел, он очень простой, но всегда в молитве и прошении. Если наши эмоции переполняют, мы молимся или эмоции просто выплескиваем? Надо подождите секунду, дай мне помолиться. Или же потом говорить, о, просить, во время эмоций, попросить, Боже, я понимаю, что я могу наговорить сильно много. Понимаете, да, верующим, я говорю сегодня это верующим людям, я понимаю, что неверующие люди могут очень много говорить, но нам очень важно это. И знаете, мне очень понравился украинский перевод Гиенко. Посмотрите внимательно, как он описывает это местописание. по дяку складайте за все, вот такова Божья воля про вас у Христи Иисусе. И он говорит, переводчик, указывает на намеренное строение своего благодарения. Вот складывайте благодарность, да, за все. Друзья, это возможно. после глобальной катастрофы Ной, переживающий непростой стресс в течение почти целого года. Мы читаем, что 40 дней шел дождь и вода открылась, 40 дней наполняла землю. А когда ты начинаешь исследовать, ты понимаешь, что почти целый год люди были в круглосветном путешествии. на зоопарке, где каждая тварь и попария. Год целый. У нас год прошел тоже в зоопарке, да, но у них же там есть же этот самый как его какие-то там буратино стреляют, да, что-то еще. У нас целый зоопарк там у них есть. И у нас тоже там уже привезли и эти самые как их там называют леопарды, да, там как бы там еще есть и другие там есть звери. Целый год. Мало того, что он там был еще с этими тварями, там еще и жена, взрослые дети, как бы так. И главное, еще большая ответственность перед Богом, чтобы никто не пропал и никто не пропал. чтобы какие-то волки не съели какого-то козленка. Это же большая ответственность. И что первое он делает? Как вы думаете? Не-не-не, не целовал землю, как у нас бывает, после каких-то потрясений, да, каких-то вещей. Мы там раз на землю, слава Богу, что я хожу, уже нормально. После потрясений всяких. Он даже не начал строить хижину или дом и удинение с женой. Его понимают, чтобы никто не глазел, когда понимаете так. Послушайте, перед тем, как всех распустить и отпустить, самое первое, что он делает, это строить жертвенник благодарения. Благодарение. Там не было я тебе даю жертву за то, что ты мне что-то еще дашь. Он просто благодарение. Я вам скажу так, настолько сильно Бытие 8 глава. 601 года жизни Ноя в первую дню, первого месяца, возможно, там месяц Ниссан, а если вы понимаете, в каком месяце мы сейчас живем, Песах празднуется когда? 14 Ниссана, и Бог говорит, это у вас будет первым месяцем года. Предположение, что это именно месяц Ниссан, это утверждает в трактате Рош-Хаш-Ина 11-Б, это Раф Йошуа. Всякая вода на земле, иссякла вода на земле и открыл ной кровлю ковчега и посмотрел и вот обсохла поверхность земли. Во втором месяце, в 27-м дню месяца земля высохла. Он посмотрел, что все высохло и потом он устроил ной жертвенник Господа взял и всякого скота чистого из всех чистых принес во всезажение на жертвенники и объял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем не буду больше проклинать землю за человека потому что помышление сердца человека зло от юности его и не буду больше поражать всего живущего как я сделал и впредь во все дни земли сеяние жатва холод и зной лето и зима день и ночь не прекратятся только после этого Бог говорит я не накажу больше за безрассудство людей потому что похоже что у них это от юности у них это крови матери или там молоко матери их входит их это зло поэтому за их зло я не буду навказывать землю но кое-что сделаю и разделил и будет у нас сеяние жатва холод зной лето зима день и ночь не прекращаться все разделил а теперь думайте как хотите чтобы это напоминало вам нужно быть за все благодарным запомните друзья одну простую истину при твоем волевом участии в благодарении Бог всегда будет рядом чтобы выйти тебе навстречу волевое решение ноя было сделать жертвенник благодарение и это вот именно волевое то есть твое расположение твое желание сделать перед Богом благодарственную молитву или там заблагодарить за все располагает Бога выйти тебе навстречу когда не религиозно но искренним сердцем мы становимся от этой жертвой благодарения ведь от своих слов мы оправдаемся и от своих слов же мы осудимся только искренне сделает возможным отношением с Богом искреннее сердце друзья только искреннее доверие ему во второй книге царств 22 глава 26 и 32 стих с милостивым ты поступаешь милостиво с мужем искренним искренне с чистым чисто а с лукавым по лукавству его людей угнетенных ты спасаешь и взором своим унижаешь надменных ты Господи светильник мой Господь просвещает тьму мою с тобой я поражаю войско и с Богом моим восхожу на стену Бог не порочен путь его чисто слово Господа щит он для всех надеющийся на него ибо кто Бог кроме Господа и кто защита кроме Бога нашего абсолютно кто вопрос никого нет и знаете эти слова они так вдохновляют что искренним человеком Бог поступает по искренне когда мы искренне приходим говорим ему наши благодарности и за все не за все ли благодарить Бога или за доброе что у нас происходит за все и мы остаемся благодарными и знаете когда Авраам встретился с Богом Бога проговорил Аврааму явился Господь Авраам и сказал ему потом с твоим отдам я землю создал там Авраам жертвенception Господа который явился ему за что то сделал Бог ну за что то уже Авраам сделал ему жертвен или просто Бог сказал ему тот поверил Авраам просто поверил что Бог То, что говорит, он исполнит. И сказал, ты еще ничего не сделал. Ты мне просто сказал, мне это нравится. Спасибо, я построил тебе жертвенник благодарности. Поверил Аврааму, поверил Аврааму Богу. И это вменилось ему в праведность. А чем ты словам будешь верить? Каким словам ты будешь верить? Что нужно тебе, какие слова нужны тебе, чтобы поверить, что Бог благ во всякое время? Мы можем делать многое. Можем читать в Писании, что Бог говорил о наследии Авраама. Оно неприятно было. Он говорит, я размножу твой народ, то есть твоих потомков. И они будут порабощены, они уйдут, они будут жить не в своей земле. А слово не своя земля означает нацрим. То есть это Египет. Не своя земля. И они будут не в своей стране рабами. И Бог говорит, я выведу их из рабства. И это напрямую говорил не только о физическом исходе, который мы будем праздновать или вспоминать на следующей неделе. Но и проливало свет на дни Машииха и избавление от греха. Это было пророческое движение на будущее. Но это другая совсем уже проповедь. И об этом мы с вами поговорим в среду на Седер Песах. 18 на 0. И у вас есть возможность записаться на этот прекрасный праздник. И с нами вместе провести его. Или проплатить за тех, кто не может оплатить и тоже участвовать. Ведь это великая митва. Помочь ближнему. И если хотите помочь ближнему, поучаствовать в этом Седере, обратитесь к Рите. Рита у нас немножко сейчас замещает администратора. И там у нее уже есть команда. Я прошу, чтобы мы поучаствовали. Потому что список увеличивается. Уже больше ста с лишним человек уже записалось. При этом немногие наши люди, как всегда, тихонько. Да. Еще есть валчеры. У нас как бы пригласите соседа своего. В конце праздника на Песах мы говорим друг к другу хорошие слова. Кто помнит? В следующем году. В следующем году в Иерусалиме. Это пожелание. Не просто уехать в Эрес Израиль и там встретиться у стен Иерусалима. Но это пожелание благоденствия. Еще на один год. Ведь наш народ отсутствовал от земли отцов своих за две тысячи лет. А традиция осталась та же. И вот хочу сказать, на Песах мы всегда говорим в следующем году в Иерусалиме. Так что библейский год, он начинается с Песаха. И давайте мы будем просто говорить друг к другу хорошие слова. Строить молитвенный, благодарственный этот алтарь. Еще за один год. Еще за один прожитый и сложный год. Еще будем говорить благодарность Богу за наши силы, которые нас не оставляют. Еще один год здоровья, работы, отношений. И чего вообще мы бы не хотели от Господа сказать ему, Тадагу Бааба. Спасибо. Знаете, когда мы читаем 1-е послание, 1-е послание, 5-е глава, 18-й стих, там говорится, все благодарите. Я специально не читал его, потому что мне понравился стих Веры Кушнир, поэтесса. Она внучка Леона Розенберга, который начал мессианскую еврейскую общину здесь, в Одессе, в 1903 году. Община росла. Успех был колоссальный. Конечно же, революция, террор, потом мы знаем, что и война много что остановила. Но не сможет остановить благовестие никакая война, никакой террор, никакие обстоятельства. И я прочитаю вам ее стихотворение. Можно? За все благодарите. Боже! Уже не ошибка тут какая? Когда тоска нам в сердце гложет, благодарить, не умолкая? За все благодарите. Боже, ты никогда не ошибался. Ты хочешь, чтобы земной прохожий благодарил и улыбался? За все благодарите. Боже, за доброе еще понятно. Благодарить за злое тоже и тяжко, и неприятно. Благодарить, когда обидно, и слезы давят спазмой горла. Когда на нас глядят ехидно, глазами острыми, как сверла тоже. Когда ближайшие из близких не верят больше нам на слово, и за спиною наше низко на клевету из логотовы. Благодарить, когда недуги одолевают ожесточенно. Когда дела не только туги, а просто, напросто ужасны. За все всегда благодарите. Кому сказал ты, Боже? Тобой, избранной элите, тем, кто вместить такое может, искупленным Твоей кровью, сказал слова ты это мудро, исполненным Тебе любовью. Понять легко их, а не трудно, что наши временные слезы, в сравнении с будущей славой, обиды, горести, угрозы, ничто во время переправы. Нам берег виден в отдалении, там нас Спаситель ожидает, открыв объятия с нетерпением. Глядишь, и сердце замирает. Он нас от ада спас навеки. И потому не говорите, что бурны и опасны реки, плывя по ним, благодарите. Опаснее вечность, вечная погибель. Опаснее вечная погибель. Страшнее вечности без спасения. Извилист путь наш, но изгибы имеют смысл и значение. Все, что случается в дороге, конечной, славной цели служит. Ухабы, кочки и отроги, колдыбины, канавы, лужи. Ты не ошибся, мудрый Божий. Ты прав, ты прав. Он наш Спаситель. И вызывают дрожь по коже. Слова за все. Благодарите. Вот я хотел бы, чтобы мы в преддверии Песоха, когда мы будем вспоминать не только физический исход Израиля из Египта, но будем вспоминать физические страдания смерти воскресения Ишуа Спасителя, который был обещанным Ашейхом еще от сотворения мира. То, на что мы полагаемся, где у нас надежда, и на что у нас есть большое благодарение за Него. Если бы не Он, где бы мы были? И если бы не Его смерть, куда бы мы отправились? Если бы не Его воскресение из мертвых, оправданы мы были бы или нет? И в этом суть Песоха. Оправдание незаслуженных, неспособных, может быть, и неблагодарных людей. Потому что такова натура человека. Мы не всегда за все хотим благодарить. Но для верующего человека, для каждого из нас, рожденного свыше, нет такой позиции, где бы мы не были бы благодарны. И нам нужно научиться строить этот жертвенник благодарности. Я поэтому хочу, чтобы мы поднялись вместе сейчас на наши ноги и сказали Богу спасибо. Возможно, во время поклонения. Просто поблагодарили от всего сердца за все, что придет вам на разум. Вы сказали, все, все, все. Простите. Писание говорит, что? За все благодарите. Даже если сказать, ой, я сейчас помню о каком-то грехе, поблагодарите, что хоть Бог напомнил вам это. Скажите, спасибо, что ты напомнил. Теперь, если у вас можно покаяться, осветиться, приступить к Песоху. На самом деле, готовиться к Песоху. Осознанно готовиться. Еврейской культуры мы выметаем всякий хамец, всякую закваску, готовя себя к тому, чтобы всякую закваску греха мы просто избавили. Но это не только нужно на Песох. Мы говорим, это нужно делать всегда. Амин. Абба, спасибо тебе. Спасибо, еще раз спасибо. Спасибо тебе за нашу жизнь, что сегодня я смог проснуться, смог повыпить кофе спокойно. Хотя вчера тревога была. Возможно, кто-то пережил потрясение или взрывы. Возможно, тревоги, которые у нас есть внутри и обеспечения, они нас беспокоят. Я хочу стать благодарным этим жертвенник хвалы и поклонения перед лицем Твоим. Потому что что толку, что я буду жертвовать своими силами, даяниями, а не буду верить Твою благодать и милость, что толку. Я не могу откупиться какими-то даяниями, чтобы получить взаимно какое-то обеспечение. Я могу действительно сказать Хенене, вот я со своими эмоциями, со своими переживаниями, со своей болезнью, которую мучает мне каждое утро или каждый вечер, со своим финансовым провалом, без безработием. Ха-ха! На этот алтарь я хочу сказать спасибо. Спасибо, что возможно работа, которую мне предлагали, была бы намного опаснее, либо она будет криминальной, и ты избавил меня от нее. Возможно, то, что у меня болезнь, которую я переживаю, она не к смерти. Это просто мне плохо, чтобы напомнить мне, что мы люди, я хочу тебе сказать спасибо, что напоминаешь мне, что я все-таки должен приближаться к тебе ближе. Я сегодня хочу сказать спасибо оба за Песах, который приближается, за спасение, которое я не заслужил. Спасибо за Ищуа, который умер и воскрес для моего оправдания. Когда мы были еще грешниками, ты заранее сказал, я люблю тебя. Сын мой, дочь моя, я люблю тебя так сильно, что на этот жертвенник твоей неблагодарности я положил своего сына. Он умер за каждого из нас, за весь мир. И дай нам быть готовы к этому. Осознанию, что Машиех пришел однажды в этот мир, чтобы лечь на крест Голгофы, как Агнец Божий, взяв поругание всего мира. А второй раз придет как царь с мириадами святых, как судья. Божий, дай нам не дождаться того дня, где мы увидим эти глаза судьи. Дай нам всегда видеть глаза любящего Отца, который нас ведет за руку. И я хочу сказать тебе спасибо. Спасибо тебе. За колгофу, за круг Голгофу, за кровь, за кровь, я тебя благодарю за воскресенье твое, за воскресенье твое, за победу твое. Благодарю. Благодарю тебя, Ешуа. Благодарю тебя, Ешуа. просто просто благодарю, просто я благодарю, просто я благодарю, просто я благодарю. поднимаю поднимаю хвалу хвалу и честь. Благодарю Привас носи, привас носи. 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 Мы недавно пели одну песню, которая касается каждого человека. Только одно на моих устах. Только одно имя, которое достойно всей хвалы. Только одно звучит во мне. Только одно пою я тебе. Только одно звучит во мне. Только одно пою я тебе. Только одно пою я тебе. Только одно звучит во мне. Только одно пою я тебе. Привас носи, привас носи. Святой, 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 святой. Бог, святой, святой, святой. Давайте наполним наши лёгкие 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 лёгкие. Привас носи, привас носи, святой, святой, святой. Слава Бог, святой, 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 святой. Слава Бог, святой, 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 беть, святой, святой. Боже, Бог всемогущий, святой, святой. Прикоснись, Аббам, Бог всемогущий, ты святой Господь, святой, святой. Всем своим естеством, Бог всемогущий, святой, святой, святой. Нет подобного тебе ни на небе, ни на земле, потому что ты святой, отделенный. И посредством своего Сына Ишуа ты отделил нас. И мы говорим, благословен ты, Бог наш, Царь Вселенный, отделивший нас от всех народов мира. Не потому что мы особенные, а потому что ты искупил, искупил нас. Мы поверили в эту жертву, святую, благоугодную тебе. И мы следуем за тобой. И Абба сегодня. Время чудес. Время изменений и перемен. Время, Господь, утешений. Господи, время избавления от привычек вредных. Избавление, Господь, от того, что нас порабощает. Мы все возлагаем, Господь, на этот алтарь. Именно благодарность за то, что ты, Господь, уже сделал с нами. Мы славим и благодарим тебя. А тебе одному, единому Богу. На небе и на земле. Пускай звучит хвала. И мы будем прилагаться к этой хвале. Будем участниками этого всего. Спасибо, еще раз спасибо. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да презрит на тебя, Господь, светлым лицем своим, помилует тебя. Да обратит свое лицо, Господь, на тебя. И даст тебе свой шалом, свой мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok